На поведке дня на еженедельном заседании правительства встал важный вопрос. Вынесение проекта изменения областного бюджета. Доходная и расходная часть бюджета в 2017 году увеличится на 5,5 млрд рублей. Кабинет министров подготовил документацию по внесению изменений в ряд госпрограмм. Распределение средств сохранило социальную направленность главного финансового документа. Львиная доля средств пойдет на сферу социальной политики, образования, здравоохранения, ЖКХ и транспорта. В сфере здравоохранения ожидается увеличение расходов за счет перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 260 млн рублей. 224 млн из них пойдет на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. 20 млн рублей на лекарственное обеспечение региональных льготников, в том числе пациентов с орфанными заболеваниями. 12,8 млн рублей на исполнение мероприятий по совершенству системы оказания медицинской помощи лицам инфицированным вирусом иммунного дефицита человека и гепатитами ВИЦ. Также по 40 млн рублей пойдут на укрепление материально-технической базы городской клинической больницы номер один и на госпиталь ветеранов-воин. Денежные средства заложены на развитие сети перинатальных центров, ремонт Сенгелеевской районы больницы, оснащение и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в сельских территориях. В сфере образования часть средств будет направлена на выполнение условий софинансирования двух программ «Доступная среда» и создание условий для занятия спортом в образовательных учреждениях. Средства будут направлены на заработную плату работников школ, детских садов и работников подведомственных образовательных организаций. Кроме того, субсидия в размере 10 миллионов рублей будет направлена на ремонт здания детского сада по бульвару Львовский. Я лишь напомню, что ранее это здание было использовано не по назначению. Министерство физической культуры и спорта получит дополнительно 400 миллионов рублей. Сумма пойдет на софинансирование строительства фока на нижней террасе, реконструкцию стадиона «Труд», искусственное покрытие стадиона «Симбирск» и оборудование для школ Олимпийского резерва. 625 миллионов рублей в целях предоставления субсидий муниципальным образованием заложено на реализацию проекта «Безопасные дороги». Планируется отремонтировать 60 объектов в городе Ульяновске. Общий объем ремонтных работ составит 38 километров. Будет установлено 176 новых дорожных знаков. Будет дополнительно освещено 178 пешеходных переходов. Установлено 5 новых светофорных объектов. Почти 13 километров будет установлено новое перильное ограждение. 37 остановочных пунктов будут обустроены новыми павильонами. Уже через неделю, 8 февраля, проект изменения бюджета будет вынесен на рассмотрение в Законодательном собрании области. Дарья Судрева, Павел Макаров. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин